Всем привет! Меня зовут Ира, и сегодня у нас будет очень интересное видео, в котором я хочу поделиться своим опытом работы в рекламном агентстве. В университете я училась на рекламе и связях с общественностью. И, соответственно, у нас была учебная, производственная и преддипломная практика. Практика — это когда ты два месяца, или в зависимости от университета, работаешь бесплатно, выбираешь себе место и идешь, потрачешь за строчку в резюме. Если честно, я абсолютно против такого, и меня ужасно раздражает, что тебя внуждают два месяца работать, выполнять чужую работу по факту, а за это ты получаешь ничего. Тебе говорят, ну, зато ты научился. Опыт. Будь благодарен, что мы вообще тебя взяли. Вот прошло уже два года, а я до сих пор вспоминаю эти два месяца как страшный сон. На четвертом курсе в мае уже перед дипломом я начала искать работы. Мне позвонили из очень крупного рекламного агентства Михайлов и партнеры и предложили поработать у них в мае в сессию за бесплатно. Мне так и сказали — за строчку в резюме. У меня тогда просто не было слов. Я не знала, как на это можно вообще реагировать, когда тебе предлагают работать бесплатно, когда ты уже закончил по факту практически университет ради строчки в резюме. При этом ты как бы будешь делать работу за менеджером, плохо будешь разбираться в проекте, и кому нужна эта строчка, я не знаю. Не соглашайтесь на такое. Уважайте свой труд, свое время и то, что вы даете своему работодателю, потому что ему все равно, ему главное выжать из тебя до последней капли. И вот у нас была практика, и мне нужно было решить, в каком же агентстве мне потратить свое время. И выбор пал на агентство. Тогда у них не было официального набора на стажировке, но сейчас, если зайти на их сайт, можно увидеть, что у них целый конкурс на стажировку. Пожалуйста, не надо этого делать. Вы ужасные. И все в этом конкурсе стажировок хорошо, все в их представлении о себе хорошо, кроме того, что есть на самом деле. Во-первых, они считают нормальным работать до ночи. Если они работают до ночи, то и ты бесплатно тоже должен работать до ночи. Хочешь ты этого или нет? Почему они работают до ночи, спросите вы? Может быть, у них просто много работы? Им нужна помощь? Ну, не знаю. Если приходить в 12 часов дня на работу, сразу идти на обед, а еще полдня просто трепаться, то, наверное, вы ничего не успеете. Но это не точно. И после этого ты сидишь в офисе весь этот день, когда твой менеджер ничем не занимается. У тебя тоже нет занятий, ты просто изображаешь какую-то деятельность. А в конце дня оказывается, что нужно сделать это, 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 пятое, десятое и быстрее, быстрее, быстрее. Почему нельзя было это задание раньше? Ну, надо было выспаться, надо было сходить за кофе в соседнее здание, нужно было обсудить какие-то последние новости, сходить на пару встреч. Мне кажется, что агентство подходит только людям, у которых ничего нет в жизни. Нет семьи, нет друзей, нет интересов, нет вообще ничего, кроме работы. И тогда в агентстве вам понравится. После этого единичного опыта, двухмесячного, я вообще просто зареклась работать в агентствах, потому что мне кажется, что там люди неадекватные. Во-вторых, в агентствах принято скидывать на стажера всю свою работу, а когда он всё сделал, сначала сказать ему, что всё говно переделает, потом пусть ещё раз переделает, а потом выдать это за своё. Если ты думаешь, что тебя там вспомнят, чтобы потом взять на работу или погладят по головке, нет, тебе даже спасибо не скажут, тебе скажут, можно было быстрее сделать. В-третьих, абсолютно никто ни разу не сказал мне, сколько они получают. И по-моему, если люди не говорят, сколько они получают, то значит есть какой-то подвох. Либо мало, либо они что-то скрывают. Какой вариант был в моём агентстве? Не первый. Но действительно, ни мой менеджер, ни другой менеджер, ни начальник, никто на мои прямые вопросы, сколько в этом агентстве я могла бы получать, если я всё-таки устроюсь здесь на работу, мне никто не ответил. После окончания стажировки мне предложили дальше работать бесплатно. Когда я сказала, нет, я не буду работать на вас бесплатно, они очень удивились, ну как же так, тебе же нужен опыт. Больше всего мне понравилось, когда я делала за них отчёт, а мне говорили, ну придумай, почему там другие показатели, не такие, как надо. Я говорю, я не знаю, я же не вела эту компанию. Они мне говорили, ну надо что-то написать, ты что-нибудь напиши, а я уже там подправлю. П. Профессионализм. Из хорошего в этой компании были отличные рабочие условия. Буквально, то есть были диваны, были пофиги, можно было работать в каком угодном месте, можно было поработать из дома. Здесь, конечно же, проблем не было. А в 5 часов всегда был какой-то полдник, какой-то накрытый стол. То есть это могли быть, например, какие-то ингредиенты для бутербродов, это могли быть даже картошка-фри, чизбургеры из Макдака. Это бывали и фрукты, и ягоды, и блины, и сырники, и вообще просто что угодно. В 5 часов накрывали на всех. Но если задуматься, то зачем в 5 часов кормить своих сотрудников? Наверное, потому что вы создаете ненормальные рабочие графики, когда люди считают нормой приходить в 12, 3, 5, 4, а потом начинают работать. И как раз в 5 пора их покормить. В этом агентстве я была стажером в СММ-отделе. То есть помогала проект-менеджеру, например, составлять контент-план, делать отчеты, делать технические задания для дизайнеров, для копирайтеров и так далее, и тому подобное. Этому всему можно научиться за неделю. И потом, когда я уходила, меня еще попросили написать контент-план на декабрь, когда меня уже не будет, и когда я его сделала, в нем практически не было правок от клиента. Мне сказали, да, ты молодец, забирай свои вещи и уходи отсюда. Я такая, спасибо. Но я не оставила надежды и решила все-таки попробовать остаться в этой компании, так сказать, бросить якорь, чтобы у меня была работа после университета. И это несмотря на то, что начальник сказал мне прямым текстом, что менеджеры очень заинтересованы в моем развитии, но сначала им надо развиться самим, и тогда я смогу встать на их место. Идеально. Идеальная фраза. Вместо того, чтобы дать мне проект, человека, который перегружен, который не справляется с ними, я должна бесплатно сидеть и ждать, пока он наберется опыта и будет развиваться дальше. И тогда мне тоже разрешат развиваться. Наверное, все-таки за деньги. Я уже никогда не узнаю. Ну так вот, решила я после конца стажировки все-таки попробовать что-то еще продолжать у них делать. В итоге я решила заниматься поддержкой в социальных сетях. Мне повезло. И девочку из-за поддержки клиентуры попросили уйти. И когда они начали искать новую, я предложила, давайте я поработаю вместо нее и посмотрим, как пойдет. Поддержка клиентуры – это когда ты в социальных сетях отвечаешь от лица бренда. Это все комментарии, которые приходят во всех социальных сетях, которые есть у бренда, и ты на них все отвечаешь. На положительные – хорошо, на отрицательные – тоже хорошо. И стараешься разобраться в этой ситуации. Или связываешь людей с нужными сотрудниками самого бренда, собственно. И несмотря на то, что я хорошо работала, очень быстро отвечала, отрабатывала негатив, помогала людям в директе. И вообще я делала чуть больше, чем надо было. Когда один раз мне нужна была помощь менеджера, я знала, что он может мне помочь, но он мне помогал и не отвечал, и я немножечко взбесилась. Я просто написала, почему мне никто не отвечает, или спасибо, что ответили, когда никто мне не ответил. И после этого они решили, что я слишком проблемная. И попросили меня тоже уйти. Я поработала так около месяца, но спасибо, что мне хотя бы заплатили. При этом не было договора, и как бы все было на честном слове. Конечно же, они говорили, «О, да мы всем нашим фрилансерам платим, ты не переживай». Я не отрицаю, что, возможно, я не оценила этой великолепной возможности для стручки в резюме, потому что это было бесплатно. И когда я узнала некоторую информацию про бюджеты клиента, и при этом я все еще работаю бесплатно, я была просто шокирован. Вот просто. И после этого как бы вся моя лояльность, она просто растворилась. Потому что, ну как можно быть лояльным к компанию, у которой есть деньги, но они просто не хотят их тебе дать и заплатить за твое время. Многие скажут, что это же учебная практика, ты же учишься, почему тебе должны платить? Почему я должна работать бесплатно? Просто так. Делать за вас вашу работу. Чтобы научиться чему? Составлять презентацию? Составлять контент-план? Не смешите меня. И вот кто точно не стал бы работать бесплатно. Да-да. Наше общее возмущение. И когда я попрощалась с этим агентством, я зареклась в них работать и надеюсь, что этот опыт действительно больше в моей жизни не повторится. Конечно же, мой опыт не может подойти всем. Если вы хотите работать в агентстве, если вы видите себя в нем, то, возможно, вам повезет больше, чем мне. Но я больше повторять точно не хочу. Более всего, просто мне попалось такое агентство. В общем-то, моей однокурснице оно понравилось. Ее туда потом взяли за деньги. Все было хорошо. И, по-моему, она до сих пор там работает и, в принципе, не жалуется. Для себя я вывела следующие критерии хорошего рабочего места. Нормальный график, без переработок, без доработок до ночи. И где люди хорошо относятся к своей работе, добросовестно. Когда они действительно работают в рабочее время, они полдня делают вид, что этим занимаются, а потом пытаются догнать за целый день. И так вышло, что я поругалась с менеджером, потому что, когда я пришла домой в 8 вечера, она мне написала, что мне нужно сделать еще то-то, то-то. И она в своем голосовом сообщении, что уже довольно неуважительно, когда я просила писать мне текстовые, она сказала сделать сегодня. Когда я сказала, я не буду уже в 8 вечера делать задание, которое можно, очевидно, сделать завтра, она начала мне говорить, что да нет, я вообще никто имел в виду, мне надо его сейчас сделать. Но вообще-то, если что, работать до ночи – это нормальный рабочий процесс. Я говорю, не знаю, у кого он нормальный, для меня это ненормально, если можно сделать днем эту работу. И зачем делать ее сейчас вечером? Она начала говорить, нет, я не то имела в виду, ты не так поняла. И в итоге мы начали с ней немножечко спорить. И на ее последнее сообщение я просто не стала отвечать, потому что она уже начала пытаться со мной манипулировать и развернуть ситуацию так, что я какая-то капризная и просто не хочу работать. В 8 вечера, если что, то, что можно сделать завтра. То есть это было не срочное задание. В итоге на следующий день, когда я пришла на работу, меня позвал аккаунт-менеджер. Аккаунт-менеджер – это человек, который занимается установлением хороших контактов с клиентами, то есть что-то типа посредника. Так вот, аккаунт-менеджер, с которым я вообще никогда не общалась, она была типа старшим аккаунт-менеджером, позвала меня на разговор, в открытую переговорку рядом с нашим отделом, то есть нас все видели. И начала я меня там отчитывать, что я устроила детский сад, как маленькая девочка, это что-то там не ответило, а бедная менеджер так перепугалась за меня, она не знала, что я, где, приду ли я завтра на работу. Но это уже было похоже на бред. А я как бы человек довольно вспыльчивый и довольно эмоциональный. И когда на меня начали просто жестко давить, она действительно начала с нами разговаривать в прикосном каком-то тоне, какой-то учительнице или что-то в таком духе, что меня абсолютно сокировало, потому что как бы «алё, я здесь работаю, просто так, я делаю за вас вашу работу, а получаете с неё деньги вы». И вы меня ещё будете отчитывать за то, что я не хочу потратить на вас 24 на 7. У меня было только две реакции очень сильно разозлиться и разрыдаться. Я выбрала вторую, просто потому что если бы я очень сильно разозлилась, скорее всего, моя практика бы просто закончилась мгновенно. Вот в итоге я просто разрыдалась от давления, от того, что мне говорят, что я устроила детский сад и что я там какая-то дурочка, после чего менеджер просто испугалась, что она меня довела до слёз, начала говорить, что типа «ой, да, ты чего ты так реагируешь, всё нормально, типа я вообще просто так с тобой разговариваю, ничего мы тебе там плохого делать не будем, ты расскажи там свою точку зрения». Я ей рассказала, показала переписки, как всё было. И она после этого такая «да, менеджер другое говорила». Я говорю «ну да, я уже и так и поняла, приветик». Вообще я разрыдалась, осталась в этой переговорной, этот аккаунт менеджер ушла, я просто сидела в переговорке со стеклянными стенами перед нашим отделом, где меня все видели и ревела, я не могла успокоиться, я ужасно себя чувствовала. И когда я вышла, все такие сделали вид, что они вообще типа не в теме, никто не заметил, что я полчаса сидела, ревела, и всё. И после этого они, видимо, решили, что я... И меня, если честно, это просто очень сильно удивило, как взрослые люди пытаются решить конфликты. То есть она пришла, пожаловалась аккаунт менеджеру, который вообще к с нами не связан, чтобы та пошла и меня отчитала. Это было настолько нелепо, настолько как-то гадко, что вот действительно это оставило у меня какое-то несгладимое впечатление об этом агентстве. Я надеюсь, что я больше никогда этих людей просто в своей жизни не встречу. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, когда вы будете стоять перед выбором, работать в агентстве или нет, мой опыт, возможно, вам поможет. Возможно, кто-то вспомнит свой негативный рабочий опыт. И давайте переживём это вместе и забудем об этом. Цените себя, своё время и свой труд, потому что работодатель этого делать не станет. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня, пишите свои комментарии, если у вас было что-то похожее. И до скорой встречи в следующем видео. Пока! Пока!